Всем здравствуйте, это Чемпионат Азия. Сегодня у нас в гостях Сергей Иванович Лущан, тренер, который долгое время работал в Узбекистане. В первую очередь он известен по работе в Бунеткоре, как в Академии, так и в первой команде. Сегодня мы обсудим с Сергеем Ивановичем, в первую очередь, Бунеткор, также его тренерскую карьеру, почему его не было видно, так скажем, почему он пропал с радаров узбекского футбола, ну и другие вопросы тоже затронем. Здравствуйте, Сергей Иванович. Добрый день. Первый вопрос, расскажите, чем занимались последние несколько лет, потому что, как я уже сказал, в вступлении вас было практически не видно, мало информации о вас было. Чем занимались, где были? Последние три года я работал в Беларуси, в футбольный клуб «Шахтер» в Сарегорске. Два года возглавлял Академию и в прошлом году первую лигу в фарм-клуб. Это, я говорю, как дежавю, наверное, все-таки. То, что в бунюторе у нас было, молодежь была поставлена под ружье. Здесь у нас получилось так, что в фарм-клуб первой лига они вылетели, но как бы из-за того, что он в фарм-клуб остался, и решили сделать не взрослую команду, а именно подключить молодежь в 16-18 лет. Ну и вот в прошлом году этих ребят мы собрали и играли в первой лиге. Каких успехов добились? Может быть, какие-то там достижения есть? Нет, там это же фарм-клуб, как бы задачи никаких не ставилось. Попробовали с молодежью поработать, то есть раскрутить их, посмотреть. Потому что, если вы в курсе, в «Шахтере» была большая проблема, сняли чемпионство, отобрали. И в этом году, в прошлом году начали чемпионат с минус 30. Естественно, все иностранные футболисты разъехались, финансы в 10 раз упали. И понятно, что единственный способ как-то удержаться на плаву – это воспитывать собственных молодых футболистов. И был ряд неплохих ребят. Но которые пока что еще были сыры для высшей лиги. Надо было их прокрутить в первой лиге. Вот этим мы и занимались. Кто-то из молодых игроков, с которыми вы работали уже в высшую лигу, перешел? Да, сейчас. Денисюк, Сотников, Кукушкин. Я знаю точно, что Денисюк сейчас в составе. Ну, есть… А, там, Мартинкевич. Ну, то есть, вам эти фамилии ничего не скажут, да. Но есть ребята… Можете сказать, что за клубы? Потому что клубы все равно больше на слуху. В какие клубы они перешли? Нет, они сейчас именно за «Шахтер». А, за «Шахтер», ага. Да. То, что мы фармклуб «Шахтер», он как бы являлся дочерней командой, главной командой «Шахтер» Солигорска. И вот этих ребят мы прокрутили год. Понятно, что, может, они сейчас еще и не будут в основном составе, но уже они как бы в обоих. Ну, живя в Беларуси, получается, три года – это достаточно большой срок. Следили ли вы за узбекским футболом? Ну, поскольку, поскольку есть ребята, которые я дружу, присылали какие-то игры, смотрел Азию, смотрел сборную национальную, какие-то игры проскакивали. Ну, то есть, была возможность. Когда была возможность, смотрел, то есть, работы было там тоже очень много, поэтому особо не следил. Ну, да, это понятно, потому что, в первую очередь, были заняты своей работой. Приезжали ли вы в Узбекистан за эти три года или там все эти три года были? Ну, приезжал, да. Ну, на Новый год, как всегда у нас же. 25 декабря по 3 января. Любители футбола из Узбекистана часто любят сравнивать Суперлигу с другими чемпионатами, в первую очередь, там, с составными СНГ, бывших СССР, по силе, кто сильнее, кто в чем слабее. Так как вы работали в Беларуси, можете ли вы сравнить Суперлигу нашу? Даже там, ну, понятно, что три года здесь не работали, но все равно уровень примерно, понимаете, он не сильно изменился. Можете ли вы сравнить с белорусским чемпионатом, высшей лигой, и в чем Суперлига сильнее, а в чем, например, нужно набирать в сравнении с Белоруссией? Ну, если так, в двух словах, там немножко другой совершенный футбол. Он более силовой. У нас все-таки здесь в Узбекистане более техничная, скорость побольше. Там более такой силовой футбол, вертикальный, подбор, борьбы очень много. Ну, если брать по командам, я думаю, что все команды во всех чемпионатах стран СНГ, которые бывшие Республики Советского Союза, первая тройка, они примерно одинаковые, то есть есть финансы, могут позволить себе приобрести хороших футболистов. То же самое было и в Шахтере, когда они были чемпионами два года подряд. То есть были очень квалифицированные футболисты, очень. Динамо Минск все-таки это лейбл белорусского футбола, это команда, которая, по-моему, с 56-го года. То есть там понятно, что всегда футболисты будут хорошие. Есть две-три команды в каждом чемпионате, и они по уровню немножко похожи. Единственная разница – это вот направленность. То есть в самом футболе. То, что я здесь видел, да, понятно, что у нас Пахтакор – это безоговорочный лидер в последние годы. Если сравнивать Шахтер с Пахтакором, мне кажется, что он все-таки Пахтакор посильнее. А в целом, если чемпионаты сравнить, кто посильнее? Ну, конечно, Узбекистан. Конечно, ну, 9 миллионов в Белоруссии проживают жители. Здесь у нас 36, поэтому здесь, конечно, больше команд, соответственно, больше игр. И понятно, что уровень футбола посильнее. На ваш взгляд, почему узбекские футболисты так хорошо приживаются именно в Белоруссии? То есть Хусанов оттуда уехал в Ланс во Францию, Абдухоликов хорошо себя проявил, потом Сардабасы стал чемпионом. Плюс там еще в том же Шахтере с Олигорском были футболисты из Узбекистана. Ну, мне все-таки, мне кажется, там попадали хорошему специалисту в БГУ. К Игоревичу? Да. Хороший специалист. И я как бы туда попал, именно к нему и поехал. То есть пригласили поговорить, посмотреть его методику. Ну, вот в 2020 году я в декабре приехал практически месяц. Был в команде, пару недель вместе участвовал в тренировочном процессе. То есть было очень интересно. Да, я думаю, те нагрузки, которые дает он, очень тяжело выдерживают. Мало кто выдержит в Узбекистане. Но все это, знаете, так в разумных пределах. То есть он точно знает, кому что давать. Хороший специалист, грамотный. Поэтому и ребята прибавляли. Тот же Хусанов я приехал, он только, по-моему, месяц со мной в самолете летел туда. Маленький мальчик, 16 лет. Понятно, что ему что-то можно, чего-то нельзя. Поэтому он придерживал ту нагрузку, которую он давал основной команде. Хусанову он не давал. И за два года, через два года я уже увидел, когда работал в Шахтере, я увидел его в игре. Ну, просто бомба. Он и так был хороший мальчишка. В 16 лет уже было понятно, что он далеко пойдет. Просто над физикой поработал? Только над физикой, да. То есть его немножко подвели к тому уровню, который позволит ему играть на высоком уровне. В принципе, то же самое, что и мы пытались сделать в Буньоткоре с молодыми ребятами. Понятно, что у нас Амек было мало опыта. Но, по крайней мере, ряд футболистов у нас очень неплохо заиграли. Если, ну, предположим, что каким-то узбекским футболистам предложат там в аренду или полноценный переход в Беларусь, вы бы советовали переезжать? Опять же, куда? Опять же, куда? Я говорю, если так брать, ну, есть пару специалистов, которые мне нравятся. То есть они, как бы, душа лежит к их работе. Но именно если к Зюревичу, да, безоговорочно, можно поехать смело. И это гарантия того, что будет результат. Почему вы скучали, по каким узбекским вещам, которые есть в Узбекистане, вы скучали в Беларуси? Да кухню. Здесь даже гадалки не хотят. Кухня, конечно, кухня. Там, может, какие-то кафе были узбекские? Да, там и только в них и кушают. Плов, я вам скажу, достаточно великолепен. Лепешки, все как дома. Ну, понятно, одно дело ты в Беларуси находишь, другое дело ты в Узбекистане кушаешь. А чего вам не хватает или, может быть, по вашим предположениям, вам может не хватать здесь, в Узбекистане, то, к чему вы привыкли уже в Беларуси? Там, может, природа какая-то, там чуть-чуть все отличается. Да, это, да. Там больше леса. Наверное, первое – это природа. Экология сумасшедшая. Наверное, поэтому ребята и прибавляют. Потому что я думаю, что здесь очень тяжело, наверное, в плане экологии, выдерживать такие нагрузки, которые дают тренеры в Беларуси. Высыпаешься, ну, то есть, могу сказать, по примеру, даже по своим детям приехали за месяц по 3 килограмма прибавить. Я не думаю, что кто-то может прибавить по 3 килограмма. За счет, только за счет кислорода. Леса, реки, озера – шикарная страна. Теперь уже непосредственно к тренерству перейдем. Вас больше всего знают, в первую очередь, как специалиста по работе с молодежью и в академии, и в университете при вас играло достаточно много молодых футболистов. Как вы можете объяснить последние успехи наших юношеских, молодежных сборных на международной арене с точки зрения тренерства? Может быть, какие-то определенные методики увидели? Другие, может быть, слышали от знакомых тренеров, как изменился процесс? Ну, вы понимаете, это же долгий процесс. То, что у нас происходило после развала Советского Союза, здесь, видите, во всех республиках, причем был провал полный. Потому что тренерский состав разъезжался с Узбекистана куда-то в Россию, с России куда-то еще, то есть пошла каша. И мы потеряли в тот момент, по-моему, весь советский футбол потерял именно в специалистах, мне так кажется. Ну, вот последние, там, скажем, 15 лет, 15, может, 20 лет, начало все восстанавливаться. Пришли ребята молодые, то есть пошло обучение какое-то. То, что здесь обучали в Узбекистане на категорию С, Б, А, Про, нам все подтверждают, что это было лучшее обучение. При Акрамове Рустам Акрамович, потому что полгода учиться без выходных, утром теория, вечером практика, это только в Узбекистане было. То есть это было какое-то ноу-хау, потому что той же России они приезжают на неделю, дают задания, через полгода приезжают. Понятно, что кто там кому-то что-то пишет, непонятно, поэтому здесь у нас были лучшие специалисты, приезжали, и, конечно, результат был налицо. Все-таки, мне кажется, что именно в этом основная соль, потому что ребята здесь всегда были хорошие. Это же не значит, что это поколение какого-то футболиста выросло. Здесь всегда были футболисты из Узбекистана выходили очень хорошего уровня. Здесь пофамильное, я не буду перечислять, вы, наверное, сами все знаете. А пришли специалисты, которые современный футбол начали пропагандировать, тренировочный процесс поменяли. Ну и понятно, как в какой-то момент должен был быть результат. Наверное, к этому времени сейчас вот пришло. Это же не только вот сейчас, это, я не знаю, в шестнадцатом году, по-моему, выиграли юношеский чемпионат мира, да? Там в Азии, да? Это же работа какая-то. Они же не берутся откуда-то там с улиц. Поэтому я думаю, что движемся в правильном направлении, но там видно будет. Может быть, можете отметить каких-то специалистов по работе? Понятно, что некоторых из тех, кто сейчас работает в Суперлиге, вы не знаете, не застали, потому что они пришли после того, как вы ехали. Ну, я не буду никого отмечать. Футбол развивается, но сейчас кому-то я отмечу, а другого я кого-то забуду. Поэтому бессмысленно. Ну, тогда давайте так поступим. В то время, когда вот вы работали конкретно в Узбекистане, кто вот на тот момент был для вас... Я думаю, что Бердыев, да. И он сейчас, по-моему, работает. Да, да. На Сафе так же. Ну, стабильность, его мировоззрение футбольное мне очень импонирует. Большую часть своей тренерской карьеры вы провели в Бунеткоре. Можно сказать, в ваш родной клуб или, так скажем, один из тех, кто у вас точно в сердце. Что вы думаете о ситуации, в которой сейчас клуб оказался? Там и долги достаточно большие, и плохо начали сезон? Финансовые долги я не буду комментировать. Это же идет еще с тех времен, когда действительно у нас были какие-то судебные проблемы. Не могу ничего сказать по этому поводу. Не имею информации по этому. Я слышал, да, что есть. Есть принято решение, и будет очень тяжело. И если люди, которые любят футбол, любят Бунеткор, как бы не обратят на это внимание, не подключатся, будет очень тяжело клубу. По нашей информации, главный тренер Бунеткора, который сейчас работает, Хорват Иван Бугала, покинул клуб. Однако пока Бунеткор это не подтверждает. Можно ли сказать, что, так скажем, только его вина в том, что сейчас Бунеткор в таком положении, именно в турнире-таблице по игре? Ну, исходя из вашей практики... Я видел только одну игру, вот последнюю, по-моему, игру видел. Ну, видно было, что сырая команда. Другого я ничего не могу сказать. Я не знаю, что за тренер. Я знаю, что он привел с собой ребят. По-моему, тоже Югославов, да? Ну, большинство. Да, ну, ничего не могу по этому поводу сказать. И когда команда валится, это нет кого-то одного виновата. Потому что это цепочка. Да, я как раз по это и хотел спросить из вашего опыта. Да, если одно звено выпадет и рушится все. Поэтому здесь надо невиновных искать. Надо быстро брать себя в руки и справлять как можно быстрее. И все наладится. Поэтому если будет искать каких-то там, я не знаю, ведьм, бессмысленность затянется. И команда может просто вылететь. При вас Бунюткор, можно сказать, последний раз или один из последних разов боролся за высокие места. Вместе с вами взяли серебро. Как это было? За счет чего тот Бунюткор во второе место занял в чемпионате? Да мне сложно звать. Были хорошие ребята. Было приятная работа с ними. Молодежь. С молодежью всегда приятно работать. Они смотрят тебе в рот и выполняют то, что ты их дел говоришь. Немножко сложнее с опытными футболистами. Надо искать к ним какой-то подход. Здесь ничего не могу сказать. Просто был подбор игроков очень неплохой. На тот момент они горели. У них было огромное желание развиваться. Поэтому, наверное, из этого мы исходили, чтобы... Немножко усилили опытными, там, 2-3 футболиста опытными. Зулаги, по-моему, Сатов был, там, Бекрич был, Зухуров-Воротов был, Ибрагимов был. По-моему, все, больше... Ну, да, были еще ребята. Я тут пофамильную уже многих не помню. И, ну, конечно, основной костяк команды была молодежь. Она наша академия. Да, мы взяли в 16 лет Шукурова и Шамуродова. Ну, понимаете, это же организм. Поэтому нам просто повезло, наверное, что мы подобрали таких футболистов, которые на поле и в жизни дышали в одном направлении. Поэтому, наверное, так. Я не знаю, как это объяснить. Понимаете, можно взять много же примеров. Тот же Реал Мадрид в свое время набрал всех лучших футболистов мира и ничего. Все бывает. Поэтому здесь надо этот организм уже искать. Надо просто прочувствовать, где проблема, ее нужно закрывать. Нам повезло. Наверное, так. Я не знаю. Можно ли сказать, что при наличии воспитанников, молодых футболистов, так скажем, команда лучше выкладывается? Потому что опытные футболисты, они, так сказать, более сытые. Плюс легионеры приезжают, не все выкладываются всегда на 100%. А молодые воспитанники клуба не всегда... Нет, но это даже не можно, нужно об этом говорить. Потому что если мальчик с того региона, где эта команда находится, и в составе 5-6 футболистов собственных воспитанников, понятно, что здесь даже иностранец влияет, ему не дадут возможности просто дурака валять на поле. Поэтому здесь 100%. Надо ставку всегда делать на собственных воспитанников. Рано или поздно они тоже станут опытными. Просто это должна быть система выстроена. А не так, ты там один год выпустил неплохих футболистов, а дальше там все рушится. Просто мы почему спрашиваем? Потому что определенные параллели есть с нынешним Пахтакором. Потому что сейчас Пахтакор при Максиме Шацких тоже определенную перезагрузку произвел, и многие опытные футболисты ушли. Там, например, Хомарабеков ушел, Бахор Софиев. Легионеры ушли. И тоже они, по сути, играют... Ну, большая часть состава – это местные футболисты молодые. Я анализировал их состав. У них, по-моему, там всего 5 или 6 футболистов, которым больше 23 лет. То есть определенные параллели тоже провожу. И поэтому вот хотел спросить, насколько... В чем есть сложности, в чем есть, наоборот, плюсы работы, когда молодой состав, все молодые пацаны по 19-20 лет. Ну, опять же, надо смотреть по качеству футболистов. Мальчик в 16 лет может быть самый сильный, а может и в 30 лет быть ни рыба, ни мясо. Поэтому надо просто смотреть, кто есть в наличии, если выстраивать ту игру, которую ты видишь. Да, есть проблемы у нас в игре, в этом плане, в чемпионате, как бы было бы все очень неплохо, но в Лиге чемпионов... Хотя мы, и мы, по-моему, впервые вышли за существование независимого Узбекистана через плей-офф в Лигу чемпионов. И выходили подряд три года так. Два раза с четвертого места, один раз со второго. Опять же, через плей-офф выходили в Лигу чемпионов. Да, вон там была проблема. Там, понятно, сразу было видно, что как бы ребята молодые не тянут на этом уровне. Одной молодежью далеко не уедешься. Да, поэтому здесь надо было... Ну, у нас не было возможности усиляться. Есть клубы, если вы знаете, Саудовская Аравия, когда они перед Лигой чемпионов очень сильно усиляются. Специально, даже имея таких звезд, которые у них играют в чемпионате. У нас такой возможности не было. Была бы возможность, может, мы лучше немножко выступали. Но это был огромный опыт для наших молодых футболистов. Весь смысл в этом был. И, может, поэтому в 18-м году, по-моему, да, сумасшедшие продажи были. Продажи, продажи, Розе. Можно всех распродать, а потом ничего не иметь. Просто надо голову включать. Мне так кажется. А кого из тех молодых футболистов, которые при вас там или незадолго до 2016 года или при вас непосредственно дебютировали, вы могли бы отметить? Да всех. Всех, я не знаю. Всех. Я не буду конкретно кого-то отмечать. Дети наши, поэтому. Кого-то индивидуально, ну, наверное, у всех, знаете, по именам. Кто-то лучше там заиграл, я имею в виду, по продаже какие-то. Ну, да, опять-таки, то есть там Шукуров, понятно. Ну, я не могу, да, я не могу сказать, что там тот же Шукуров был сильнее того же, я не знаю, там Хамдамова или там кого-то там. Ребята все заиграли. Все заиграли. Поэтому основной косяк. Даже те, кто как бы сидели на скамейке, там где-то все равно играют, сейчас играют. Играют очень неплохо. Ну, при этом, при всем всегда хочется, чтобы местные футболисты играли на более высоком уровне, за рубежом. Ну, это же плюс и для национальной сборной. Это же, если они будут приезжать из лучших чемпионатов за национальную сборную играть, понятно, что они будут вести за собой всю команду. Опять же, здесь баланс нужен, понимаете. Можно, я же говорю, можно распродать куда угодно. Ты не должен терять костяк команд. Можно продать пацана в 20 лет? Да, может. Но он в футбол начнет играть 23 года на том уровне, на котором он может играть. Если он сейчас 20 лет поднялся, ну, понимаете. Здесь мы же тоже должны говорить о коммерции. Я понимаю, проблемы клуба у каждого. Зарабатывать деньги надо. Но это все должно быть в разумных пределах. Просто, опять-таки, если продолжить эту тему, почему, на ваш взгляд, например, тоже Шукуров заиграл на более высоком уровне в других чемпионатах? Например, там Хандамов не смог закрепиться, он после Пунеткура ушел в Анжи, если ничего не путаю. И там Кром Камилов, у которого были предложения, насколько нам известно, тоже из-за рубежа. Почему он вообще не уехал? Здесь сложно объяснить. Ну, давайте, там, по Хандамову, наверное, ему не хватило какой-то хладнокровности. У него такие проблемы были, я имею в виду, он мог шикарную игру выдать, потом где-то одну игру может сбавить. Это больше, наверное, от психологии зависит. Есть люди, тем более мы азиаты, нам тяжело где-то играть в европейских клубах. То есть, менталитет совершенно другой. Поэтому, может, есть, я знаю по Беларуси, вот те же ребята, которые ты называл. Были пару ребят, с которыми приходилось общаться. Люди приезжали, общались, чтобы он немножко успокоился, потому что немножко меняется самоотношение. То есть, есть моменты такие, но я думаю, все-таки на уровне психологии. То, что они были достаточно коллективными футболистами, я в этом не сомневаюсь. Или тот же тренер. Вот здесь же много тренера зависит. Вот Шукуров попал к тому тренеру, который ему начал доверять. Хадамов попал к другому тренеру, который ему не доверял. Здесь же тоже есть какие-то тонкие моменты, которые объяснить сложно людям, не владеющим информацией. Насколько сложно работать с молодежью? И изменилось ли что-то по прошествии времени? Ну, условно, когда вы начинали в Бунеткоре работать и когда вот сейчас вот работали в Беларуси. Может быть, как-то тренерское дело двинулось вперед? Или вы уже, как более опытный специалист, как-то по-другому на некоторые вещи смотрите? Нет, ну это да. Это, скорее всего, так оно и есть. То есть, есть вещи, на которые я уже смотрю другими глазами. Когда мы начинали, мы сами молодые тренеры были. Мы многие моменты знали, как должно быть, но не знали, как сделать. Сейчас, в принципе, мы знаем, как должно быть и знаем, как делать. Мы тоже растем, учимся, обучаемся. А специфика работы, я думаю, она не меняется и не менялась никогда. Задача тренера подготовить молодого футболиста к большому футболу. Здесь ничего не меняется. Здесь просто подход меняется. И этот подход у каждого тренера свой. Если он дает результат, значит, делает он правильно. Если он не дает результат и не меняет свою работу, значит, что-то не так с тренером. Мы уже затрагивали тему иностранных футболистов, которые приезжают сюда, в Узбекистан, и не все из них на все 100% готовы или там не показывают тот уровень, которого от них ждут. Можно ли сказать, что то же самое есть и с тренерами? То есть, специалисты, которые зарубежные приезжают, тоже не всегда на все 100% выкладываются, так скажем, и понимают, что если, например, они результат не покажут, они всегда могут вернуться в свою родную страну и уехать спокойно. Ну, это, наверное, все-таки разговор людей, которые не владеют информацией. То есть, болельщиков или, скажем, нас, которые не вхожи в кухню клубную. Ты, когда приглашаешь иностранного специалиста, ты, наверное, должен все-таки знать всю подноготную его, знать, начиная с 20-летнего возраста, где он работал, что он делал, какие у него результаты, и только потом приглашать. Наверное, так. Может быть, такое, чтобы лучший тренер мира не сделал команду, скаларивал, приехал к нам. Безоговорочный авторитет. Правильно? Он сделал команду. А до этого приезжал Зик. Ни то, ни другое. Потом поехал на ЦСКА. Тоже ни о чем. Поэтому, хотя, лучший футболист мира и чемпион мира, по-моему, как тренер, правильно? Ну, здесь надо смотреть. Просто смотреть. То есть, все индивидуально? Все индивидуально. Здесь нет такого под какую-то гребенку иностранца пригласил, у тебя будут результаты. Ну, это смешно даже об этом говорить. Местные специалисты, многие на три-четыре головы выше тех людей, не только в Узбексе, я не говорю про узбекских иностранных тренеров, а вообще везде. Ошибаются, и клубы ошибаются. Бывает такое. Допустим, что вас пригласят обратно на работу в Убунеткор. Во-первых, пойдете ли вы туда работать? И второй вопрос, как вы попытаетесь выйти из этой ситуации? Может, там молодежи будете больше подключать? Во-первых, никто не приглашал, поэтому сейчас об этом просто бессмысленно разговариваю. Ну, просто, если предположить, что бы вы сделали в первую очередь как тренер? Потому что конкретно вы, например, по молодежи спитаете? Я не знаю вообще. Я одну игру смотрел, только одну игру. у меня нет информации о клубе, что там творится. Поэтому это не только в Убунеткоре, куда бы ни пригласили, пока не соберешь всю информацию, не увидишь, какой материал у тебя есть, что можно говорить. Лучи не идти, Потому что это время. после Бунеткора вы работали в Сагзиане и Динамо. Почему у вас не получилось там дать результат? Почему не получилось? Ну, по сравнению с тем, что было в Бунеткоре, имею ввиду? Нет, ну, у нас была договоренность, и в Сагзиане они, по-моему, до шесть туров одну очку набрали. Задача была не вылететь, мы эту задачу выполнили. В Самарканде то же самое. Мы вот на тот момент были пожарной командой. Знаете, такие есть тренеры, которые пожарники вытаскивают. Все. Это основная задача. Сейчас их называют кризисные менеджеры? Ну, красиво можно как угодно называть. Мы все-таки немножко приземленные люди, поэтому я запишу вот это слово. Но сейчас так называют? Ну, видите, вот были, значит, кризисные менеджеры. Значит, антикризисные, которые, наоборот, вывозят из кризиса. Ну, может так. Наверное, так. Были ли у вас какие-то предложения по работе из Узбекистана или какой-то другой страны вот конкретно сейчас, в последнее время? Нет, я только прилетел с Белоруссии 2 марта. Поэтому ничего, пока ничего не знаю. Что планируете делать? Ждать предложений или пока с семьей? там, что-то еще? Нет, ну, конечно, ждать предложений. Здесь надо думать. Картки века тренера. Поэтому пока молодой надо бегать. тренера. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...